У кого-то нет жалости к животным, у других и к людям. Так мошенники обманывают абсолютно разных людей. И школьников, и бизнесменов, и беспомощных стариков. За последний месяц аферисты оставили без денег около 200 жителей при Байкале. Люди перевели злоумышленникам в сумме 112 миллионов рублей. Самый распространенный способ обмана – звонок от лже-брокера. Современные технологии упростили во многом работу мошенников. Они теперь легко могут добраться до ваших персональных данных. Что делать, если аферисты взломали ваш аккаунт на госуслугах? Объясним далее. Современные цифровые сервисы – это удобно. С их помощью можно решить массу вопросов. К примеру, записаться на прием к врачу, подать документы на получение какой-либо государственной услуги и следить за налогами. Но даже хорошо защищенные сервисы могут взломать. В том числе и аккаунты пользователей госуслуг, где хранится огромное количество личных данных. Что в таком случае нужно делать? Нужно восстановить пароль, к примеру, онлайн через приложение своего банка. Можно, конечно, обратиться лично в МФЦ с паспортом и с НИЛС, но первый вариант будет быстрее. Дальше нужно проверить, какие действия совершали в вашем личном кабинете. Если нужно, отзовите разрешения, которые вы не выдавали. Дальше стоит обратиться в полицию. Также необходимо проверить свою кредитную историю. Запросите на госуслугах список бюро кредитных историй, в которых хранится ваша история. В каждом бюро нужно заказать отчеты. Это можно делать бесплатно два раза в год. Если окажется, что от вашего имени взяли заем, срочно обратитесь в банк и сообщите, что заявку подали мошенники. Александр Якубчик, Юлия Шинкарюк. Новости по будням.